Привет, эээй, отриборно! Одном из моих последних стримов, мой анонимный подписчик через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик у долбека, который называется Все грехи презентации Apple 2022. Я уже смотрел одни грехи у долбека по Apple, по-моему, 18-го, либо 9-9-9-9-9-9-9-9-9, господи, 19-го года выходили у меня они на основном канале, но эту часть я выпущу на этом канале, так что подписывайтесь, если вдруг не подписались еще. Ну давайте посмотрим, думаю будет так же интересно, как обычно. Поехали! Это что за странная какая-то в этой пороге? Все греки признации Apple. Судя по терминатору, линии светораздела... Терминатор так называется? Утро в Калифорнии давно прошло, и сейчас полдень. Однако, судя по теням homosexual арок, сейчас утро. Вот стороны света на карте. Капец, вот это он заморочился. Тут точно несоответствие. Тим Кок даже сам акцентирует, что сейчас утро. Мне показалось то, что вот это вот это огромное авокадо. Тим Кок даже сам акцентирует, что сейчас утро. Пока пацан читал письмо, предметы за углом поменяли расположение. Если вы думаете, что это медведь их трогал, то нифига. В начале истории бутылка лежала так, в середине истории иначе, под конец снова верну. Что-то как-то реально... А, ну как будто ее кто-то реально помял, смотри-ка. Я не понимаю, почему они все читают, это с листочка какую-то штуку, это очень странно, разве нет? Ну я типа понимаю, это концепт какой-то вот этих реклам, но это все равно странно выглядит. Вырезавшись в деревья, самолет разорвало на части ровными порезами, словно его болгаркой распилили. Это согласен, это странно. Тень до и тень после, вообще два разных места. Угу. Ну либо разные эти, наверное, времена. Apple Watch Series 8. Такой же, по-моему, как и остальные. Я не понял, что? Это новый Apple Watch 8? А, они впервые представили новую линейку часов без специального клипа. Как бы прямо говоря, мы ничего не меняли. А, не понял, а почему здесь клип? Какой специальный клип, я просто не понимаю. Бриллиант, всегда на дисплее. Ну я реально, типа, он походу выглядит одинаково, ну так же как и предыдущие Apple Watch'и. Получается, спустя так? Короче, десять минут на офтале про новые восьмые часы, хотя в них всего пара новых функций. Ну, как обычно, Apple любит такое делать, мне кажется. Это официально самый худший апдейт за всё время существования девайса. А зато будут стоить дороже, наверное, да? Работают меньше дня, международный роминг... Капец. Меньше дня. Я купил себе, короче, часы за три тысячи рублей. Не помню, по-моему, сяомишные какие-то, если не ошибаюсь. И они работают, короче, почти месяц. Работают только чёрт знает где. Кто? Работают меньше дня. Международный роминг работает только чёрт знает где. Солнце прямо за спиной пацана, однако, смотря на руку, солнце светит справа от него. Пацана, это ж мужик. Они даже сделали урезанную версию часов. Зачем? Теперь задний корпус сделан не из стекла, а из какой-то херни с барахолки. Да, поэтому ставил дешевле, да? Эта поверхность будет касаться руки 24 на 7, что сделает экспириенс абсолютно мерзким. Ну, фиг его знает, может быть, они его так очень хорошо это отполировали, что он будет нежный, как попа. Давай, куда встал красиво? Кака? Кака? Чего? This is Apple Watch. Блин, они... Третья? Зачем так много часов? Одинаковых почти. Что это такое? Что за выпирающая пузо? Эта хрень... Это реально выглядит как пузо. Такую фигню из Соника, я как бы только это и вижу. Реально? Либо вот... Я такой бы не помню, конечно. И что за название Высерская Ultra? В следующем году они выпустят еще побольше часа, они будут называться Плюс Ultra, да? Плюс Ultra? Хаахахахахахахаха Я сразу тоже вспомню про это Самсунги начали везде использовать приставку Pro, посему Apple мается хернёй. Explorer Edition, как было сказано в слухах, звучит намного лучше. Apple обосрались со встроенными субтитрами. На трансляции я успел сделать скрины, вот так они выглядели, когда миллион человек смотрели презентацию. Капец, а чё никакие кривые? Самая большая батарейка всего на полтора дня. Ты, блядь, серьёзно об этом говоришь? Прям вот с таким этим пафосом. 36 часов батарейка держит. Блин, смартфоны иногда держат больше. А ты, блядь, про часы, которые должны работать как минимум неделю хотя бы. На треть больше, чем обычные, вот это да. 36 часов для экстремальных исследований. Пошёл с уход с ночёвкой и часы сдохли. Это такая дичь. Непревзойдённый звук. Самый настоящий булшит. ТВС-наушники Sony звучат лучше, и это не единственный пример. А, ну я типа звук сравнить не могу, потому что я их не слышал, ни те, ни те, ни те. У меня реалмишные, бац, по-моему, про называется, или чё типа такое. Меня вполне устраивает этот звук. Типа я не собираюсь переплачивать. За эти наушники, сколько, 30 тысяч они стоят, 25, неважно. Я вот купил за три. Гоняю, и мне нормально. Три года, а дизайн не поменяли ни на грамм. Блин, они так выглядят, как этот, цветочек из покемонов. Это означает, что ещё пару лет внешний вид AirPods Pro не будет меняться. Я даже не удивлюсь, если третья модель тоже останется без изменений. Когда выпал наконец поймут, что обмудские прямые трансляции сжирают битрейт? Видите эти квадратики? Так вот, если в видео есть куча мелких деталей, вместо однотонных и статичных сцен, то сжатие битрейта даёт о себе знать. А Пле нужно исключить такие точечные и сеточные кадры, и посмотреть на это невозможно. Капец, многомиллиардная корпорация, и они об этом не знали, что ли? А даже если знали, могли бы, наверное, у Ютуба попросить там какие-то эти, ну, не знаю, серваки, ну, скорее всего, они могли это сделать, чтобы было всё красиво. Свет от ламп на мэрии не совпадает с лампами, пролетающими на фоне. Ну, потому что там её ещё освещали, скорее всего, спереди, наверное. В то время, как у конкурентов до 12 часов от одного заряда. Опять, они лайндинг даже сюда добавили, да? Утилизировать? Зачем их утилизировать? Что за техни... А вы деньги нам дадите за это? Техни с КамАЗ. Она так легко и смело сказала, отдавайте нам свои AirPods, мы там их переработаем. Я не понял, а вы деньги-то там вернёте? Когда можно продать наушники, либо, как делают конкуренты, получить скидку на покупку новой модели за сдачу в утилизацию. Свет, подожди, они серьёзно просто сказали, отдавайте нам наушники, и всё? Бесплатно? Блядь, многобиллиардная компания, у меня... Я в ахуе, серьёзно. У меня других слов нет, каким образом, что? Ты... проще будь? Ха-ха-ха-ха. Ху-ха-ха-ха. Какой гравировки? Думаешь, мне нужно, что своего мемоджи создать теперь? Клоуна какого-нибудь, где... Мемоджи? Дерри нагрировать. А почему за... А почему минус за это немного не понял? Прошло всего... Блин, он так ногами двигает постоянно, как будто они у него колесом стоят. 47 минут, а судя по теням арок, у Тим Кокова прошло часов 5. Вау, ничем не отличается, теперь вместо трёх камер две, сначала было четыре, потом три, потом две, капец, а сначала нет, сначала было одна, потом две, потом четыре, потом три, потом две, по-моему, вот так, да? Больше контента? Типа то же самое, я же мог просто листнуть и будет то же самое. Не, я не могу адекватно это воспринимать, какого, какого чёрта нам говорят о преимуществах экрана побольше, что я должен делать с этой информацией, снять штаны и засунуть их себе в зад от радости, чё б ты никогда не знал, чем хороши большие экраны. Не знаю, мне нравятся большие экраны, ну типа, про преимущества их мне конечно говорить не надо, но мне просто большой экран нравится больше, как-то удобнее, мне кажется так, по крайней мере. У меня сколько, у меня, я не знаю, сколько он на самом деле, ну примерно тоже, наверное, 6 с копейками, и не помню сколько. Меня с прошлогодней моделью, изменили лишь яркость экрана, на это ушёл целый год. Серьёзно что ли, только яркость экрана изменили у экрана, чего бля, ну и бред. А там сколько это, гигагерц, частота обновления, не скажите в комментах, пожалуйста. Я думал, хуже прошлогодних расцветок быть не может, но Apple держит планку. Преимущество обычных айфонов перед прошками, более яркие и индивидуальные цвета. Обычные и лучше, чем у прошки экрана, чего? А в этой линейке мы получаем голубой и фиолетовый, которые уже есть в промоделях 13 и 14 айфонов. И всего один уникальный для серии цвет, красный, и то, который уже давно есть во всех линейках, так как это продукт Red. Apple пнули в живот каждого, кто купит 14 айфон. Ну я вообще здесь не понял, потому что я типа айфона никогда не купил. Айфон 13 про, introduced an amazing chip. Amazing. A15 Bionic. Oh my god. Пнули в живот во второй раз. Прошлогодний, чуть улучшенный чип. Апле впервые... А... Так, подождите, а разве не M1 у них был? Ну я знаю, что он на компах у них, а на этом... На телефонах разве не M1 тоже был? Хотя я не мешаю. И вставляют в ведущую линейку айфонов прошлогодние чипы. Капец. Мощными, насколько мощными, настолько же, сколько были в прошлых айфонах. Нифига не изменилось. Буквально 2-3 минорные фишки добавили. Очень тухлый апдейт, даже по меркам Apple. И конечно же... Дай мне всегда же, по-моему, так делать. Оставили санны Lightning. Благо, если верить слухам, в новой прошке будет либо Type-C, либо Lightning, но с USB 3.0. Ну и на том спасибо. Lightning с USB 3.0? Не понял. Ну это типа в любом случае нужно переходник вставлять. Это был явно не лучший выбор саундтрека. А что саундтреком? Biggest? Я не понял, прикол. Ладно. Чего он постоянно вот так вот присаживается? Блин, странно выглядит. Инновация! Теперь у них нету челок, и теперь у них есть дырки. Культовым? О, господи, что там будет культовым? Нет, это, конечно, забавно выглядит, то культовым. Что? Iconic Pro, как это может стать культовым, если это уже было? А, у Honor даже это уже было. Ха-ха-ха-ха-ха, ладно, тогда вообще без вопросов. Идея реализовать вырез как часть дизайна прикольная. Не, я согласен, это прикольно. Да я не знал, что это было раньше. Делать вид, что конкуренты уже давно ушли вперед, имея минимальные вырезы или вообще их отсутствие. Ну, я, насколько слышал, то, что, ну, когда скрывают камеру под экран, она снимает хуже гораздо. Учитывая патенты Apple, и на что они способны, заявляю со стопроцентной гарантией, что они могут сделать iPhone вообще без челок и вырезов. Просто инновации им не выгодны, пока телефоны хорошо продаются. Контора лицемеров. Охеренно. Теперь, прослушивая музыку, человек не будет видеть, какую сеть использует Wi-Fi или сотовую связь. Серьезно? А что за фиги? Сетишь, слушаешь музыку, а у тебя терабайты качаются через 5G. Мало было урезать информацию при появлении Face ID, теперь открытые приложения... Ну, да, много информации убрали. Хотя, может быть, здесь просто не все включено, точнее, не все показано. К тому же здесь разблокированный телефон, а здесь нет. Поэтому фигу за. Появлении Face ID, теперь открытые приложения всегда будут скрывать Wi-Fi, а то и сигнал сети. Клянусь, Dynamic Islands делал только хуже. Напомните, сколько лет это уже есть у других смартфонов? Always on... Это типа на одном дисплее несколько этих, насколько... А, нет, Always on Display, подожди, это чтобы он всегда был, типа, не включенным, а вот, когда выключен телефон, вот так вот, здесь типа появляется, ну, часы висят, насколько я понимаю, да? Так это уже давным-давно есть, да? В многих моделях. В 5, 8. Давно очень, разве нет? This allows iPhone to deliver amazing battery life, while still being extremely responsive. Раз, эта мразь открыла рот про автономность работы. Пора сказать, а и... Нам Type-C! А ведь были слухи, что добавят Type-C в Pro-линику. Либо сделают лайтник, но со стандартным USB 3.0. Я не понимаю, типа, лайтник со стандартным USB... Это как? Что? Я просто не понимаю. Типа, лайтник и USB 3.0, они все равно отличаются... Ну, они отличаются. А что, здесь я не понимаю... Apple держит планку. Они сделали худший возможный исход. Вообще ничего не меняли. 2022 год. У якобы лучшего смартфона на рынке стоит разъем 15-летней давности. Вот когда эти потлатые говнари начнут говорить про камеру и 4К-съемку, я буду смотреть на это как Хоумлендер. Ибо пи... Типа, ой... Прекачивать эти 4К-записи через лайтник займет в 50 раз больше времени, чем через Type-C. А он что, вообще, типа, никак не изменяет, что ли? Типа, представьте, 2 часа вместо 3 минут. Очернили на среде Джобса и его философии. А им вообще насрать, они просто деньги зарабатывают, и нормально. Чтоб ваша контора сдохла от рака. Осуждай, ну, окей. А, вы можете выйти за рамки трех фиксированных объективов? В смысле, каких? Вау! Вау! Они добавили двухкратный зум! Серьезно? Не понял, а что за бред? Че? Вау! Вау! Сука! А разве он раньше не снимал 4К? Ва... Один день! Как много! Да, блин, каждый телефон один день держит. Когда даже зарядки у него практически... Ну, точнее, аккумулятор уже... Выходит из строя практически. Ну, не выходит из строя, как там называется. Короче, когда его заряжаешь на 100%, он заряжается там на 80, например. Он все равно целый день держит. Батарея на весь день? Типа я снова должен высрать свои штаны от счастья? Угу. Капец. Они такие обычные вещи, которые есть уже в каждом телефоне, при подосе, как будто бы, блядь, это прорыв какой-то. Твою ж мать! Это он про луну? Даже здесь это, блядь, шедевр. Инкредибил... А, какой он? Это что? Подожди, я не понял, здесь честное слово. Чувак, блядь, у вас это уже было, нахрен. У всех остальных это было, ты че нового не рассказал. Опять он танцует, блядь. Да, блядь, опять танцует. Мы как-то лицемеров. Презентация для прыганов. Единственное полезное, что представили, спутниковая связь для экстренных ситуаций. Все остальное, либо и запретено лет 5 назад, либо является улучшением уровня, стало на 3% лучше, на 4% мощнее. Дорожесть, блин, на 20%. Вырез вместо челки. Гарантирую, повторить судьбу тачбар в макбуках. На словах классно, но на практике никому нахер не сдалась сверху плашка, которая показывает, что у тебя играет музыка. Ёптыш, я знаю, что музыка играет. Нахера лишать меня информации о подключении к интернету? Я типа должен разглядеть обложку альбома? Там картинка 3х3 пикселя, что я должен делать с этой информацией? На деле, полезного пространства стало меньше, ибо вырез опустился ниже прошлых челок. И очередной год Lightning живет в айфонах. Они даже не обновляли максейв. Я не знаю, что такое максейв. Максейв. У плюски дизайн титановых часов, ничего не изменили в 8 серии, минорное обновление наушников. Очередной год Тим Кок настал на могилу Джобса, направив оплет на путь. Ты чел, так постоянно присаживается, это смешно. Зарабатывание денег вместо продвижения индустрии. Спасибо, Эбл. Держишь планку. Как всегда, говно. Хорош. Могус. А ему покерол, бля, деньги зарабатывает. Офигенно. Че, чувак, че они говорят? Красный кек выглядит. Про это я слышал, да? Чувак там чернокожий слушает, такой, че? На каждое слово, на букву явно он там фигевал, блин. Вот это путешествие, один-два дня. Как я понял, они все силы бросают на ремешки обычно. Типа iPhone 4, что ли? Да. Он же такой же, как в прошлом. Always on display. В 2002 году. Я думал, в айфоне он уже давно был. Блин, офигенный видос получился, прям. Я не ожидал, что так орать буду, блядь, с этой херни. Спасибо Долбеку большое за презентацию Apple. За все грехи. Огромное спасибо анонимному подписчику за то, что попросил меня их посмотреть. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!